значит я вообще-то вообще-то я послал вам бы сейчас секунду послал я вам нашим дорогом перевод слова пара на тем которые знают иврит потому что сейчас я попробую вот этот перевод это фараон во всех языках которые нам известны фараон пришло скорее всего из нашего священного писания там но мы знаем английском ну ровно как и вообще европейский в долгие столетия ничего не знал про египет написано в библии мне пришло в голову что возможно это какая-нибудь еврейская кличка в принципе и другой еще название фараона малых митраем то есть царь египетский о это не имя собственно поскольку этим именем вот этим словом называются всякие различные фараон это как бы его титул но если мы посмотрим в различные значения этого слова на иврите то скорее всего это издевательская кличка потому что мы видим что здесь есть в этом корне значение азав занах парац то есть оставил бросил потерял прорвался что разумеется может быть очень сильно проассоциировано с нашей исходом из египта то есть тот кого мы оставили бросили или от кого вырвались или наоборот который попытался нас ворваться там убивая наших младенцев и вот история с авраамом она с одной стороны может быть связано с этим фараон прорвался в семью авраам и авраам его наказал господь его наказал у кого-то из вас очень много шума я думаю пока вы не говорите попробуйте выключать потом включать его чтобы сказать не знаю кого это у дуни и оригин а вот значит есть также но понятно что он заставил кого-то оставить закон нравственность знания и такие другие вещи то есть привел людей в состоянии наоборот безнравственности беззаконии это очень интересно да слышит царя великой державы вот но кроме того тут есть еще значение которое я послал тоже гела хасав то есть обнажил обнажил что же он обнажил во многих случаях это сохранилось в обыкновенной речи нашей обнажил волос обнажил или запутал волосы порой порой это такой без ну не причёсанный вот но также значит как бы заплатил и нефра да отдал отдал или наоборот не отдал долг вот это значение в нефале которое тоже очень было в иврите как бы тоже отдавал не отдавал долг помните когда если не помните вспомнить когда мы будем читать происходят из египта как там израильтянки обобрали этих самых египетских женщин и ушли с этим самым делом всем в пустыню а потом сделали из этого золотого цвета ну как бы давать не отдавать долг и так далее но самое смешное здесь если мы ищем чем смешного это вот обнажил свою попу чтобы облегчить здесь не поместилась но она там дальше есть то есть вот такое специальное значение что человек когда он там где-то как ну сегодня в египте торов допустим степи где-нибудь облегчается то видно его попа и вот это значение то есть иначе говоря просто волосился тот кто опростоволосился тот кому кто опростопопил все очень таком вроде сказать а вот вместе чтобы сделать свои дела дам то есть но жил попу чтобы свои дела леги пара нефра и так далее вот такие интересные у нас появляется значение для этого царя почему я сейчас об этом вспомнил мне было интересно смотрите я все нашел но разумеется мы сами читаем про царей которые там воевали и мы видели что все цари которые воюют против федора лаомера их имена понят и они все являются такими фан-визинскими именами которые показывают какие-нибудь плохие глупые 20 а вот а что касается царей которые пришли наоборот то некоторые из этих имен нам что-то напоминают мы понятно что они там в основном синиц их или енс в меских языках но не так не настолько из просто не издалека причем довольно соответствует ну ожидаемой реальности да вот мы с вами остановились примерно вот здесь я хочу еще напомнить вот еврейские обычаи когда читают книгу эстер читают ее в праздник пурин то все присутствующие запасаются трещотками и когда произносит слово аман которая неправильно произносится аман потому что сам не амана аман то есть у него имеется четко совершенно значение в брите man это доля до аман это это доля то есть роман падает в пустыне это та доля которую дает им бог чтобы объект вот этот хаман когда произносит это слово хаман надо трещать трещотками чтобы это имя не было слышно такое интересное обычае возможно довольно таки не новый вот то есть имя врага или или того фараон она она как бы закрывается возможно что слово фараон она данном случае для того чтобы не называть именем случае этого такая кличка издевательская также как мы издеваемся над аманом когда мы писем этими перещотками когда читается свиток эстер то есть весьма вероятно что в каком-то не скажу изначально но по крайне в каком-то варианте текста в это время все рыдали от хохоты лицарь египетский со своей поднаженной попой вот значит или там который в общем все эти значения они по разному очень его выставляют в таком не очень величественном виде и вы видели что в этой истории тоже он для обманулся поймался на улочку которую ему подкинула авраам в виде этой прекрасной сары и он его я взял к себе в гарем и в результате он там заболел и все у него заболели было очень плохо ему пришлось сильно расплачиваться и так далее то есть вот так мы здорово его нагрели и в этом есть параллель разумеется потому что точно так же потом сара как бы символизирует сарай она как бы символизирует поведение что она возможно первоначально вообще символизировала землю сколько авраам он небо а сарай земля здесь она символизирует израиль землю израиля как то что захватывают египтяне и что от них уходит народ израиль или земля израиль то есть в легенде мы видим конечно исключительно народ но в реальность это был как раз наоборот реальности это вот земля израиль а потом от него так или иначе ушла что тут могут быть все эти варианты они где-то намекаются и так эти вот значит 5 5 стих это место которое мы прошло вычитали я всем тем кого не было что речь идет о великой войне которая происходит не очень понятно когда мы здесь она отнесена во времена авраама авраам это имя аврагама в начале писания пока еще бог ему и поменял немножко имя добавить туда танец на руку ей они называются авраам и сарай это супружеская пара удивительных удивительная супружеская пара и вот они начат там живут накануне случилось расставание с в тексте накануне там могли пройти десятилетия лот удаляется в долину реки ордан жить там среди богатых авраам остается один на горе и бог говорит ему это смотри теперь значит на эту землю я тебе тебе и твоему потомство его даю мы говорили о том что в общем-то авраам никогда не получил этой земли я не получил ни авраам ни его прямые посредственные потомки исхак или иаков никто из них ее не получил получили ее там не знаю люди через спустя много поколений которые там как бы вышли из египта допустим по крайней мере в этой версии в этой легенде которую который сохранила нам описание и соответственно как бы францем об себе тебе и твоим потомкам она довольно странно потому что если вам просто сказал тебе даю то мы бы понимали что одним проживаются потомки когда говорится тебе и твоим потомкам авраам находится в недополучая он не получает то что ему вообще ничего не получает какого покупает он покупает пещеру для захоронения это все чем он владеет вот поэтому это довольно таки неожиданная такая тоже какая-то ну скважина во что-то куда-то можно было бы попытаться посмотреть но пока что сильно это смотреть нету знаний не хватает итак вы насчет авраам получает землю но какую землю судя потому что непосредственно перед этим долины иордана уходит лоту то не имеется ввиду долины иордана вообще сегодня вы представляете границы между израилем и орданией проходит по реке ордан и мертвого моря но в писании мы видим этого разделения именно так говорится кольки кар и орден то есть вся вся эта плоская низкая долина весь этот стол который по обе стороны иордана он как бы к врам не относится авраам получает гору судя по всему то есть в этом это в этом месте текста авраам получает гору то есть то самое место где действительно и жили древние иудеи и израильтяне и маовитяне по другую сторону на горе они вдали олине там были свои канонейские культуры с городами со всеми делами то есть там было все очень схвачено и там нет возможности и может быть это дает нам ответ на вопрос каким образом авраам мог скитаться по земле которого обетована он мог действительно возможно скитаться если он все время держался высокой горы то есть там где собственно говоря была пустоши времена там не жили еще это то что нам говорят сегодня археологи что израильская культура возникает или по крайней мере есть такая вариант это такой вариант попытаться так увидеть что израильская культура происходит из тех людей из тех и стоит стран неожиданной культуры которые в какой-то момент возникает именно относительно высоких невысоких относительно джима луны но высоких относительно вообще гор израиля местах вот там раньше никогда не жили люди или по крайней мере не находится какой-то культуры до этого и вот какая-то культура там заводится во времена примерно ягашуа и или немножко раньше и начинает как-то контактировать общаться перемешиваться но не воевать то есть нету захвата из гор например долин этого не а есть какое-то вот взаимодействие между более древних анонейской богатой культуры городов и более новой культуры и вот людей которые пришли возможно хапиру которые блуждали сесть и часть из них стали израиль и вот здесь описывается нам эта война она как раз между царями живущими в долине это маленькие города государства которые расположены там на месте вокруг мертвого моря и они восстали против своих господ которыми являются которыми являются собственно говоря когда ворова омер и ламский царь и какие-то вот у него еще есть союзник не очень понятно главный главный но в конце концов текст вроде бы установлен за то что они служили как было когда лауны вот кадр лауныр поскольку омер это понятное слово и поскольку она здесь когда лауныр если вы посмотрите в начале вот в начале кадр лауныр появляется как одно слово это я обращаюсь к али и к регине которого наш начали это одно слово но потом потом когда начнет она вдруг превращается в два слова и его вот а здесь нет кстати вот у меня в книге я не знаю как светки тора но вот у меня в книге которую я читаю насчет там кадр лаунар через дефис кадр кадр лаунар в принципе как бы можно попробовать увидеть в этом слове кадр лаунар слова омер омер это снов а кадр это в принципе ну понятно что кадр это шар значение шара но также это значение а не менее там ки ноги и так далее то есть заснувшая уснувшая анимевшая как ну какой-то орган человеческий так то что я нашел по крайней мере о веншушане эти два значения разумеется это нас ничего не обязывает потому что возможно что это какой-то там древний ламский язык если он действительно оттуда не знаю что обзначено такой человек который заснул нас на пи или что-нибудь может быть тоже такое нешуточное название кадр лаунар вот и значит вот они приходят тут описывается процесс что они 12 лет служили эти цари там было брбера погрязший возле до погрязший возле с царь с дома и бирша погрязший в злодействии царь аморы и так далее они все начат восстали нас это не служили а просто они как-то часто бывает за 12 лет как ну по привыкли к ситуации решили что они могут платить налоги и тут приходит издалека очень издалека этот самый кадр лаун интересно что и лам он находится по сторону рек по другую сторону между речи на северо-востоке современной персии там далеко вот а например шинар который значит вот где он там шинар это вот мы амрафель амрафель шинар это между речь повсюду это видит вот и он и четверто то есть иначе говоря получается так что в этот момент находится там между речных царей находится возможно в вассальной зависимости от и лама и так далее вот они приходят воевать они идут и по дороге мы видели что они захватили или вернее не захватили а может быть разграбили и уничтожили несколько древних культур это мы говорили в прошлый раз интересно всегда посмотреть и видимо это было интересно древним автором куда девались велика в данном случае как раз это видим один из ответ на этот вопрос принципе они никуда не девались потому видим что их встречают и там лазутчики которых посылает моисей и потом уже и хорошо когда захватывает страну они в общем появляются вплоть до голиафа который там боюсь давида это все всяческие великан которые продолжают другое потому что возможно эти великаны были всего лишь на голову выше среди высокого человека и они были великанами до небес но потом в текстах эти великаны становятся очень страшно огромные повсюду вот у меня есть такое подозрение что это возможно потому что в земле израиля земля израиля вообще вот этот перешек между азии и африкой это было единственное место где они долго и упорно сосуществовали неандертальцы с кармане карманьонцы и могли остаться даже до почитал то нах можно ну в общем так они были крупнее не витальцы крупнейшим момент хотя в общем они снова были шире не столько выше сколько ширины было больше голова у них был больше мозг очень интересная тема с этим как бы то ни было это были какие-то огромные и вот значит тут встречаются как раз эти вот рафаим это был пятый стих на котором мы остановились в четырнадцатом году пришел кадр лаомер здесь одним словом написано нет двумя словами как точно и цари которые с ним и поразили рафаим то есть великана или приведение но интересно да понятно что приведение великана не с ними явная связь потому что приведение они страшные огромные вообще слов по себе по ко мне означает здоровья интересно что назвать приведение словом любопытно но так она есть в русалиме есть микро фаим долина этих самых это не название улиц это название питали древнее название так она и называлась вот то есть долина приведения или долина велика вот они начали поразили этих великанов ну уж ты рот карнаем труб карнаем это где-то в районе там башана то есть на восток от озера кино и и и зузим бахем зузим бахем значит зузим которые среди них возможно что великаны были такие вялые а другие какие-то подвижные всем это видимо подвижные великаны которые среди этих самых рафаим их поразили они были подвижные и имен то есть страшных тоже поразили они шаве кириатайм шаве кириатайм это как бы кириатайм этот двойной город двойной городок шаве кириатайм это равно правный равные два города будда и пешта два города которые сливаются в один возможно в общем я не очень-то знаю где находится шаве кириатайм вероятно там пока что мы возможно находимся на севере не поручусь но возможно а дальше они идут на юг и поражают хорея то есть хорея на игр на и горе сыр это интересный момент потому что сыр нам хорошо известен как место обитание и дома до сава выходит на гору сыр становится там народом иду и дом это потомки сава у них как бы три названия сыр да сыр то есть волосатый и вот кара сыр пожалуйста вот а значит но также значит вот мы видим что здесь пока что еще нет интересно что мы замечаем очень часто в писании различные анахронизмы например авраам встречи авраам встречи скоро встречится с палестинским палестинлянским царем авимеллахом в то время как во времена авраама когда и растягивание тихих еще листинлян там не было и али малых разумеется носят совершенно семитское имя то есть он не является является семитом семитским царем возможно из того что сегодня называют гексусы те которые захватили египет примена примерно во времена авраама и значит вот соответственно как бы они воперема обитали в том числе в этих местах и авраам с ним общается на своем родном или вернее не родном потому что авраам как раз наоборот приходит между речи он должен говорить на каком-нибудь аккадском языке вот но в любом случае писание пишет это на местном грите на местном языке и грите и мы видим что это она хранится авраам приходит в то место где во времена жизни автора жили целистинлян поэтому он называет что он филистинлянский царь как бы не очень в это время врубается в принципе как бы они могли бы об этом вот так он еще здесь он нам сообщает на краснодар довольно точно никаких еще поскольку еще нету и сова он не родился и дом пока еще не принадлежит нашим временам хореи хореи насколько я знаю это индоевропейской может я ошибаюсь и так насчет он поразил там этих хореев на их горе сыр до какого-то места который называется или пар или пора или мы не знаем что такое а штука пора на хорошо знали паран это пустыня поран которая находится в сегодняшнем турции не называются на границе там ноги выяси на этом находится пустыне пора у нас есть речка поран там но это мы сейчас назвали там нельзя абсолютно полагаться название которые даем да там название река не лет даже потоков которые впадают в мертвое море ну в общем я бы не стал учиться на них рассчитывать что они там всегда так назывались но не ну может быть я не знаю но в любом случае да есть это речка поран и так далее чем пора находится они двигаются на юг вдоль афроазиатского разлома они там погромили там по дороге пограбили великанов и пошли уже пришли на гору сыр гора сыр находится на юго-востоке от мертвого моря то есть она не находится внутри сегодняшнего государства израиля находится там на границе иордании и понятно да вам или хотите я могу карту показать до карту сейчас я покажу какую-нибудь карту например вот карту давай как показывай что раз карна и но что карна и мне не верю что мы чувствуем не увидим а нет у меня просто показывает каждую того места где я нахожусь но это прекрасно сейчас мы посмотрим дело возьмем вратим это может быть путниковую карту вот значит вот как это выглядит со спутника да вот они они двинулись вот это дамаск то есть как бы сирия видите что здесь сплошная пустыня и вот между речью вот они две реки вокруг вокруг которых происходили древние цивилизации здесь вы видите болото огромное когда-то море растиралась вот досюда и вот здесь находится мира не находится эйлам и вам находился вот здесь они вышли отсюда не очень понятно каким образом они перебирались через пустыню обычно люди ходили вот так поэтому это называется плодородный полумесяца и египет ну израиль или палестина и вот между речь они образуют такой полумесяц места где можно жить и ходить а здесь вообще что-то страшную сплошная пустыня вот до сих пор она такая вот это сирия сирия там и ирак части рака здесь древний ирак разумеется находился весь тут между речей вокруг этих век они каким-то образом пошли мы не сообщают как они пошли они сразу же оказываются вот здесь на севере израиль это первая точка которая их который характеризует как было что они уже пришли что вот здесь находится где-то эти самые рафаим и среди них зузим и эмим и вот в этом районе где-то они на 4 там сильно покоцали и пошли дальше и они прошли вот все вот это в принципе их цель это вот где-то здесь прийти в садом не амору они здесь находятся дома и амора сегодняшнего дня и до сих пор там происходит с дом на аморические события с этим ужасным заводом по производству соли который убивает мертвое море она так мир но его значит убивают теперь новейшими средствами увидите что здесь его нет и тогда вот этот способ убивания мертвое море он хорошо видит они начали все это они миновали и пришли вот сюда вы здесь находится город здесь находится гора сыр вот здесь где-то находится скорее всего вот это вот раз давайте приблизимся вот это скорее всего и принципе не очень я понимаю потому что сверх насколько я помню это плоскогорье здесь поскорее хребет даже не могу сказать что они имели ввиду пациент может быть наоборот сверху это больше похоже на плоском но это уже вот торчит кусок красного моря который скорее всего называется в писании тростниковым морем то есть ямсу ямсу в принципе как бы поскольку переводит это исходя из наших современных представлений географических что вот если красное море его переводят они перешли красное море да но они писали ничего про красное не говорится говорится красу и вот сух это вот заливка и ладский залив так вот они пришли сюда куда-то сюда здесь находится писав тогда еще не было никакого и сала его что интересно что они вы дошли до аппарат я вам не показал сейчас секунду поран покажу поран но опять же поран находится где-то вот где-то где-то вот здесь то есть в общем вот это сегодня как бы вот мы считаем что вот все вот это вот это вот все называется пустыня сина во-первых это вообще неизвестно потому что по некоторым мнениям наоборот израильтане выходили вот так из египта проходили сюда и вообще гора синаю находится вот здесь возможно с уверенностью не можем сказать что сина это вот именно это вот сердцеобразное образование но в любом случае то что называется сегодня синая она состояла раньше из нескольких пустынь которые имели свои собственные названия одно из них сина и другое син оба названия связаны с именем бога луны которому в основу поклонялись пустынные жители и кстати древние древние евреи и кстати авраам судя по всему именно поклонялся этому богу либо син либо яр ерах его звали по-разному много имен и он был очень могущественно великим богом всего древнего востока это не случайно сегодня мы думаем что луна это всего лишь спутник земли там небольшая какая-то такая планетка но в древности наоборот она соперничала солнцем как творец мир и было очень важно и пустынные жители особенно любили поклоняться богу луны значит сенсинай есть паран паран где-то вот здесь больше находится ближе уже книги сегодняшний ноги слова ноги в означает совершенно свою в общем то я не очень то думаю что они называли именно пустыню но они часто говорили там единый юг и это как бы географии израиля пока оказывается что ты идешь в сторону пустынины пустыни сегодня называется но в древности тут был паран еще несколько пустынь которые по-разному называются вот они пришли куда-то сюда обратите внимание что их цель здесь да вы здесь находятся эти вот дэра биржа эти плохие цари а эти значит увлеклись слегка прошли почему они туда пришли потому что вот здесь вот ровно по по хребту иорданских гор до сегодняшнего дня я ездил по дороге находится древний путь который назывался царская который упомянут несколько раз в писании в частности когда израиль выходит из эгипта то они там объясняют наши авторы что не захотели они идти по царской дороге и объясняют почему вот эта царская дорога она была шла по по верхнему по краю плоскогорья вот этого самого иорданского и они видимо поэтому пути спокойненько шли это значит всех но почему-то нам не рассказано что они тут делали процесс с этими всеми народами они вообще не упоминаются эти народы как они как бы их еще нет если муаф и и амон потому что муаф и амон согласно нашему здешнему представлению они потомки лота который еще их может быть даже не может быть а совершенно точно еще не родил от своих дочери не породил поэтому это место мы как бы пустой остается рассказе хотя очевидно что там вполне жили и там были царства и вот значит он пришел и тут значит он когда лаомер со своими товарищами кого же он там колотит значит вот хореев а значит и хореев он значит поражает которые живут на горе сир и до паран то есть до такой же более суровой пустыни которая на пустыне по-видимому эль-паран это город который находится на границе пустыни да что при пустыне то есть при пустыне фара или пара и после этого они идут а назад и возвратившись оттуда в я шуму это не как переводит красиво и вернулись и пришли они и миш под и это кадыш вот это тоже интересно что мы реально не знаем где находится когда что страшно важно для нас есть потому что из 40 годов скитания пустыне 38 они сидели в кадыш можно сказать что один год они шли кадышу и один год они потом выходили из кадыша в израиль чтобы захватывать израиль там согласно нашей легенде мы знаем что археологи не видят никаких следов захвата но по легенде они пришли да и захватили но это то что описано в писании а 38 лет вообще никак не описывается 40 лет но 40 лет понятно мы не можем придираться к этому потому что 40 это значит много это не значит 40 наше представление поэтому ну в общем да и вот эти вот много лет они сидели как раз в кадыш где находится этот чертов кадыш тоже интересно было бы знать потому что есть несколько разных мнений и одни считают что это был азис находящийся где-то вот здесь на границе израиля но не очень понятно твердо где а судя потому что как описан кадыш это мощная на ази там есть много источников и там даже растут финиковые пальмы и там очень хорошо и поэтому некоторые считают что един не считают а указывают это что единственным известным нам такого рода прекрасно мощность азисом во всем этом районе является петро находящиеся недалеко от границы израиля и ордании вот здесь вообще если я не ошибаюсь это находится здесь да мне кажется ниже ниже ближе к элата а вру да 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 наоборот это привод конечно конечно петро находится на право вот здесь вот у нас и лад и вот здесь ваде рум это знаменитая красная пустыня видите там был она действительно замечательность слова рум тоже означает на арабском языке луну может это связано что луна находится в высоте великая высокая но в общем это тоже имя бога луны это вот воде рум а вот где там находится этот самый воде рум велич где же там находится самая петра я не вижу в общем где-то здесь где-то вот здесь находится петра не помню и кстати где-то здесь же рядом с петро был бы интересный я не вижу ну разумеется они на карте показывают большие крана и кроме того названные арабские я не помню как называется город я думаю что это вот скорее всего вот это рашидия может быть может быть я не прав очень где-то здесь находится петра а если от нее отступить немного на запад находится гор вахар та самая великая гора 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 которая называется гора на которой похоронен арон который умер и похоронен арон вот ты синаче говоря вот значит петра тоже может быть таким местом где они все время находились а вовсе не они как бы вышли отсюда вышли из мертвого моря прошли сюда и где-то здесь значит зависли а вот видите вадим уса вадим уса это видимо есть петра да это петра вадим уса ведь она даже называется вадим уса очень хорошо иначе говоря есть традиция что моисей там находился в петре ведь это не только безумные археологи но также и традиции какие-то арабские показывают нам где что могло теоретически происходить опять же очень трудно говорить о событий типа исхода из египта которое никак не подтвердено исторически вообще его можно было полный выдумка как быть и не было вот варианты того что о чем могли думать авто и текста когда они его сочиняли одним из них является петра который находится как вы видите вовсе не здесь вот посредине посредине страшного синая а наоборот в общем как то вот почти что населенным или даже населенным но вместе рядом с современной ордании рядом с древним вот всякими царствами я не могли находиться как бы то ни было вот этот кадеш который находится то ли вот здесь то ли наоборот вот здесь вот здесь вот здесь а выходим вот так то есть они цифра либо здесь либо здесь именно на одной параллели но просто как бы когда вы удаляетесь внутри синая то там становится все гораздо круче смысле климата там тяжелее город находиться и общем там не очень то есть такой какой-нибудь замечательный оазис который кроме того был бы где-нибудь на на очень важном пути а вот этот самый вадим у сам разумеется находится прямо рядом с каждым путем вот с этим королевским путем который соединяет между речья и египет один из вариантов синие путем из между речи в египет проходит так до элата и там дальше можно уже плыть вот его значит они туда пришли они вернулись и пошли назад они уже были сильно южнее нет получается что они не были лишние почему же они вернулись они были всего лишь там всего здесь и тут в общем то получается так смотрите они дошли до сыра и добрались они до вадиму сам куда до кадеша или наоборот что то в случае какой-то момент они поворачиваются идут обратно чтобы убить в этих царево за мертвому да иначе они вернулись и пришли в мишпад который кадеш и поразили там все поле амалекин амалекитя тут является амалек прямо даже хочется чтобы звучали какие-нибудь трубы или тавры потому что амалек это наш то ли наш главный предок то ли наш главный враг что в общем-то никому еще никогда не мешало вот амалек давайте вернемся опять же на карту и подумаем о том где мог существовать амалек почему нам страшно важно знать где мог жить амалек потому что как я только что сказал он претендует на то что быть нашим праотцом весьма вероятно что когда-то было некоторое единство пустынных народов которая называлась амалек от которых откололось там например и куда или возможно израиль тоже пошли отцы из этого места обитания амалек вот эти пустынь и заселили нашу землю или захватили нашу землю или просочились на землю и тут кем-то смешать вот почему мы так можем думать потому что билом когда он произносит свои замечательные благословения он пытался принести проклятина ему из него вылетали только благословения по божественному мгновению он стоит на вот на этих горах иорданских и оглядываясь вокруг перечисляет все народы которые важны нашей истории и он говорит он увидел амалека и говорит молитв находится здесь или здесь он говорит и решит огонь и мама лет начала народов амалек то есть он сначала хоть группы народу ну и кроме того в некоторых других текстах я не помню точно где а кажется в песне деборы которые тоже является и тоже является самым древним текстом священного писания ну благословение проклятия амалека они тоже видимо нас очень древний характер вот песня деборы амалек оказывается предком израиль вот то есть иначе говоря у нас есть два древних текста который помнит еще что когда-то амалек был ваш предком или по крайней мере нашим самым непосредственно простынником это естественно потому что мы не можем сомневаться в том что какая-то часть предков вышла из пустыни и принесла оттуда пустынного бога и всякие другие интересные вещи и вот амалека мечет они раскрошили амалек дорогие друзья вообще амалек он совершенно не истребим как вот его надо все время вытереть его имя из-под небес небес как нам приказано в книге исход потому что надо стереть всю память о нашем реальном происхождении поэтому надо убить всех тех кто об этом пол это довольно таки распространены в истории явление но она связана в нашем случае с обсессии память у нас есть обсессия памяти мы все время должны о чем-то помнить вы помните как она была но в некоторых случаях ну как бы то ни было можно простирать до наших времен считаю что еврейский народ это самый страдавший но можно сказать что наоборот упорно помнит о своих страдать и очень боится о них забыть представьте какую-нибудь там столетнюю войну во франции и представить себе там сто лет войны ни одной не изнасилованные женщины распять причем за свою жизнь и все остальное и если вы французы все об этом вспоминали говорили не забывай что сделал тебе британец и так далее то вот они бы были похожи но они наоборот как бы они очень хорошо об этом знают идут дальше потому что у них есть своя земля или на борт вниз своей земля потому что ну как бы не слишком у нас как бы другая культура вот и вот амалек это как раз такой вот больно супер символ того что надо забыть гирострата или стереть амалека из-под лица неба вот это самое маленького то нового они пришли и породили там амалек амалек потом неоднократно поражается всеми царями израиля но он при этом каждый раз он уничтожается до корня до основания его там не остается совсем всех убил там давид убил амаль ну да у давид и шауль убил всех амалек и так далее в общем амалек все время уничтожается полностью но потом он воскрешает это буквально напоминает нам кое-кому когда читаешь например там про всякие там погромы ужасные в конце 19 века какой-нибудь там белорусской или там украинской области не понимаешь просто как вообще там кто-то мог жить этом городе бресте в котором через каждые 20 лет вырезалась все еврейское население но потом оказывается что она там все равно есть вот в этом олег в этом плане сказать наш предок неистребимы совершенно они начнут поражают на маленько а также амарея если амалек это очевидный житель пустыни то амареи как мы уже много раз говорили это целая группа племен которым мы тоже относимся и самый знаменитый самые знаменитые амареи жили вот здесь на севере ливана или даже за ливаном в городе угорите который до нас дошел который был раскопан и а также вот он находится где-то где-то вот здесь он находится шамра вот но кроме того были амарейские царства многочисленные царство мари знаменитая которая находилась вот здесь какое-то время царство мари было такое величество чем это было еще до в рамы или примерно на там сады века до нашей эры она была вот такое большое и она угрожала всему между речью и захватывать его части и она соперничала с детской империи которая была вот здесь вот эти мари из надписей мари мы знаем что бениамид существовал все самые времена он там был тоже частью этого мари да то есть это очень интересно эти мари которые были здесь это все были амареи самареи это в том числе очень культурные государства которые образовались между речи потому что это марийские дикие семиты они приходили сюда в между речи захватывали какой-нибудь там будущий вавилон или строили его даже и хамурапи был тоже амарей он был амарейским царем тот самый великий хамурапи который в 19 веке до нашей эры вот создал знаменитую знаменитый список законов который дошел до наших дней который очень похож на законы тора он был хамурапи был тоже амареем он не был из паре наоборот захватил это варе и сделал его частью своего большого очень государства которое включало более-менее всю все между речи хамурапи вот то есть вы представляете себе размах этих амарей с одной стороны это город маленький в общем не очень маленький но не слишком великий город угорит который стал велик в нашей современной культуре потому что раскопанное в нем оказалось бесценным для понимания библейских текстов вообще древний древнего мира вот это здесь они были они поэтому они считаются западно-семитским западными семитами в принципе более-менее все западные семиты это марину амарей будучи западными не очень как бы известно когда они пришли сюда на запад скорее всего они пришли как все прямо из судовской вот из аравии как и все более-менее семиты но это было очень давно и мы не знаем каким образом это все происходило и вот мы уже застаем элам находится здесь это семиты какие-то эламские в отличие кстати отверстия которые не являются никакими семитами а наоборот и индоевропейский народ которые как мы предполагаем сегодня пришли наоборот из украины ферс да вообще индоевропейские народы не предполагается что они пришли из дона вот отсюда и отсюда часть из них пошла иран часть пошла в индию и так называемые арицы и а другие арицы настоящие ритминдика которых воображали себе слово истина прибавляется куда-то сразу понятно что как раз это чистое вранье я думаю что слово истина на просто является тем чего не было вот значит на и другие не истинные арицы отправились и тут значит покоцали разных истинных кельтов и прочих древних жителей европы но вот это что касается арицев часть которых были перц а в древности до этого перца пришли здесь находились здесь находилась вот это вот царство и ламска которая очень все время тревожила между речи и между ними были сложные отношения там дружбы и войны а с другой стороны вот эти самые замечательные другие совершенно это восточные а это западные семиты это амария и вот они-то буквально видите они захватывали и возглавляли государство между речи в общем были очень серьезно что происходило с людьми которые захватывали скажем культурные между речи они до этого там скакали на своих конях и были дикими и страшными и грубыми и поэтому очень воинственными и успешными воинами но как только они оказывались там они приобретали лос культуру и в общем там начиналось там их изнеживать ну и потом приходили какие-то новые семиты которые все еще были достаточно дикими чтобы все это разгромить раскрошить и потом захватить и разумеется тоже изнежиться и потом жертвы каких-нибудь новых арабов которые пришли уже как он символ да то есть вот это такая интересная вещь и вот вы все это я вам рассказал для того чтобы вы оценили что вот здесь вот в это время то есть сильно на юг тоже находятся какие-то амарии согласно нашему текст где-то здесь в районе этой пустыне вадим уса вот здесь вот находится тоже амарии какие-то амарии пошли туда на в общем они тут блуждали и захватывали какое отношение мы имеем к марии мы говорим на их языке да то есть можно сказать что скорее всего вот хранение которые тут находились они все были амарии в той или иной степени понятно что всегда есть какие-то различные исторические пути по которым приходит кто-то и добавляется кому-то и чей-то язык берется а чья-то кровь там преобладает и так далее представьте себе например древнюю слово русь это значит означает как бы некоторое варяжское племя которое пришло откуда-то там из фирляндии или даже из швеции до пришли или из норвегии или может быть изданий общем пришли какие-то варяги они пришли вот сюда то есть это вот у нас видите ладожеское озеро первая их столица была в лады и потом они по рекам стали двигаться вниз и дошли до киева и ну собственно сколько их там было их было немного но в это время значит вот славянские племена которые тут жили они были бедные и слабые и этот путь из варяг в греки то есть на 4 путь из варягов откуда-то отсюда в греки то есть константинополь вот сюда он был почему-то важным путем в обход чего-то другого то есть как бы по европе невозможно было почему-то там двигаться и поэтому либо надо было плавать все так что кстати эти самые другие варяги и делали все время под названием нормана захватывали будущую великобританию ирландию исландию и даже италию они везде побывали иначе вот они все эти острова великие значит которые до них захватили наоборот наши ребята под название которые назывались финикийцы то есть те же самые ханане то есть те же самые амареи амареи шли отсюда и они начнут под видом финикийцев название финикийцев греческим они захватят они начнут до греков ну разумеется до римлян они вот тут начнут как бы создавали свои колонии повсюду вот карпаген здесь в испании они построили малагу и другие всякие города которые существуют до сегодняшнего дня вот но я же не говорю о том что они отправились до ирландии и до сюда вот это с одной стороны эти вот здорово от тех ребята они оттуда двигались сюда им очень было важно попасть константинополь вот они что не ходить они создали этот как бы ну такое общество как из из индийская ост индийская компания общество торговли и вокруг это общество они поставили свои всяческие колонии я говорю про норвежцы которые назывались русь и как случилось так что они смогли свое имя дать и не только имя ну скажем белые волосы дать огромному количеству так называемых русских людей возможно это было связано с тем что у каждого князя был гарем они же еще тогда не были христиан и они размножались со страшной силой чем богаче ты важнее как конунг как это самый местный властитель там больше ты должен даже ты может быть и не хочешь тебе страшно дело надоело но ты должен своем гареме там всех этих своих жен обслуживаться потому что это один из символов силы мужской власти вот и поэтому никто возможно было много детей и они оказали некоторые влияние на этот генофон сами по себе славяне они черноголовые интересно что словом черноголовые довольно многие народы видимо в древнем мире это не было так уж сильно распространено на головами себя называют вопрос если по времени мы сейчас будем говорить то вот норманны пошли значит вот на русь да и когда это было примерно девятом веке в девятом веке но новой эры а если мы разговариваем о том куда шли мари и и куда они пришли то это мы говорим о ну до нашей эры мы говорим о там 20 может быть даже больше чем двадцатом веке до нашей эры до нашей эры то есть между этими событиями три тысячи лет да да но я просто бы я я их сказал не по времени а по типу экспансии нет все правильно просто в этих же в русских текстах это сейчас вот когда читаешь там они такое несут там боже мой шаги там первые пришли везде вообще ни киеве тоже их нет там ну чё только там они не пишут короче у них эта мания величия преобладает над всем они жалкие подражать они во всем подражают другим неудачником скажем так потому что удачники римляне греки им совершенно пофигу доказывать что они там были первыми наоборот у греков вы сразу узнаете что первыми были красок между речи и египет как они много у них учили как как пифагор там к ним ездил как так далее у них совершенно нет это вот комплекс себя утвердить в качестве качестве много чего не получилось это комплекс неполноценности который должен быть это очень обидно видеть что они нужны такая великая держава она ровно себя духовно гробит занимаясь счастливым я не знаю не перекажешь в общем это вот то что происходит здесь его значит мы сами возвращаемся на стекло на все эти географические тонкости мы мало чего успели пройти прочесть но это важно почувствовать как бы размах вот этнических племен которые тут двигаются интересно что все это как бы есть ведь прямо читает текста тора мы видим вот эту географию не очень понятно когда зачем он был написан и каким образом он попал священное описание вы увидите дальнейшем что в нем есть детали сильно отличающие его от все что мы читали до сих пор программу частности он там называется иври то есть еврей потомок эвера потомок тех кто перешел через реку но вместе с тем язык рассказа он довольно таки поздний он скорее его относят к источнику пи и так далее то есть вероятно что рассказ вошел писание по каким-то причинам но уже вавилонском изгнании или примерно в период вавилонского изгнания и поэтому довольно интересная вещь и как бы это некоторые немножечко с другой стороны взгляд на на саму историю еврейского народа вот и вот мы видим пока что значит что эти товарищи они совершили вот этот марш бросок пришли сюда сходили и поначалу сторону элата может быть не дошли немножко до элата тут они походили погромили каких-то древних народов и среди них они встречают каких-то амариев окей хорошо когда следующий раз мы продолжим историю отлично какие вопросы спасибо если это и если это пи ну по стилю по стилю он скорее пи по стилю да потому что наукообразие истории образия там всякое вот это то что они любили очень да 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 есть это да вместе с тем вот упи довольно неоднократно часто но неоднократно он приводит но это как бы культурный очень человек или группа самых священников которые сидят на собирают историю и они приводят источники которые очень глубоко уходят ну то есть какая-то доля истины всегда но в тех где мы можем искать право я можем искать исторические какие-то события там где не там где нас не очень касается там где не описывается наш клуб если наша как бы вот история если наша история реальная заменена или подправлена исходом из египта допустим то мы не можем рассчитывать что истории нашего исхода из египта будет много каких-нибудь деталей и действительно мы видим там сплошной мифолог но когда вдруг рассказывается про каких-то там царей которые куда-то пришли то нет никаких причин врать наоборот единственная причина рассказывать это потому что к нам в руки упал какой-то источник который нам рассказывает события глубокой древности и вот мы не хотим потерять а вы его под листом и внутрь прямо священного писать вот тогда появляется правда скажем когда у нас идет рассказ про восхождение давиду на трон там рассказывается лживый рассказ о том как давид победил гляд но в конце книги а давид есть а пенсицы где добавлены всякие тексты в том числе перед перечень героев которые там были в его гвардии его гвардейцы и там есть человек который по которым сказано что победил гуля если бы современные редакторы ни за чтобы не не подверстали бы это они моего ну отсели потому что противоречит нашему рассказ нашей легенде о том что не выдает а древние для никогда не рассказывают про раз про восхождение давида туда вид именно но потом в конце где-то они заодно подставили еще другой был жалко потерять который перечисляет его герою и так сидеть и героев есть никто кто победил гляд да то есть вот такие интересные вещи может быть и вообще весь рассказ про голиафа возник из того второго рассказа то есть на мы знаем что кто-то победил голиафа потом берется сообщаясь нам что это сделал давид еще вот красивый поэтично они будут где-то там в принципе в этом аппендиксе там сообщается что только не единственным героем который победил велика там есть несколько там есть такая отдельная часть где рассказывается о героях которые побеждали для великанов и стопал утро один из них это на ягода очень страшный человек который как бы один из воинов давида который потом становится главным кгбш ником царя соломона наемному убийцы и и и главным его командиром его гвардии господину до 3 вели этот человек который просто убил например юава оторвав его от жертвенника старого полководца изображен как великий полководец давида бен сруи он его несмотря то что это как бы нельзя убивать людей когда они держатся рога жертвенника он его убил по приказу соломон вот этот человек тоже между прочим в молодости сразился с великаном и убил его принципе это не такой же единственный случай ну здесь они же тоже с великанами борются да но тут целые целые армии воются там в единоборстве в этом куске как бы как бы там не было наворочено что-то всякое но речь идет об этом регионе речь идет о том что он густо населен что есть города государства что цари там еще они воюют все и так далее то есть как бы это это реальная ситуация да совершенно реальность окей спасибо то есть вот это интересно да и пытаются ученые пытаются идентифицировать этих самых перри каталомера и амрафеля но в общем как бы четко четко невозможно то что мы знаем мы пытались приклеить к ним но четко указать твердо эпоху когда это произошло я по не видел спасибо волос спасибо вам спасибо хорошего пока всем пока с новым годом всем с новым учебным молодец там подтвердите перевод да спасибо до свидания